Йоу-йоу-йоу, чуваки, всем мир, здорово! ИКОМНЕ НА СМИИ БЛОГУ Комментарий был от Ларисы, с которой мы знакомы, с древних времен, как раз когда я делал татуировки у Антона Воронцова. Она попросила рассказать о сенсорной интеграции и как это помогает вождению, дав мне контакт одного из специалистов. Но мы не успеваем до Нового года встретиться и записать какое-то интервью на эту тему. Единственное, что я могу вам сказать сейчас, что есть такая штука, как сенсорная интеграция. Это когда нервная система человека получает информацию от всех органов чувств одновременно. Типа есть вот сенсорная депривация, где ты наоборот всё вырубаешь. Когда в этом, ну, вспомните Stranger Things и так далее. Ванна с солью, темнота, типа заглушенная какая-то штука, ты туда ложишься. У нас сейчас это часто происходит в Питере, называется floating, где ты можешь за денежку в этой штуке полежать. Кстати, горячо рекомендую, потому что реально один час такого отдыха очень сильно даёт расслабить ваш мозг и туловище. Вот. А сенсорная интеграция, это я так понял, что наоборот. Это когда ты взаимодействуешь всеми органами чувств с разной штукой, со звуками, с движениями, со светом, со вкусом и так далее. И посредством каких-то паттернов и алгоритмов можно повлиять в ту или иную сторону на своё самочувствие. В этом плане йога и цигун и там, не знаю, какая-нибудь рисование маслом, это всё, по сути, сенсорная интеграция. Тема очень интересная. Не знаю, как это вот в общем об этом рассказать ещё более подробно. Ну вот, всё, что знал, рассказал. Нагуглите сами, короче, вы поймёте, о чём я. Северьян Шахов спрашивает, почему нет никому не нужных блогов про рыбалку. Ну, потому что я не хожу на рыбалку, на самом деле, но я был бы рад пойти на рыбалку. Так что, если кто-то из вас ходит на рыбалку, типа, например, тебя, Сео, ты постоянно ходишь на рыбалку, блин, ты суперзаведлый рыбак. Я знаю, мы в прошлом году пытались словиться на какой-то весенней корюшке, там, подлёдной, но ничего не вышло. Мы с отцом в детстве, когда я был маленький, ходили на Финский залив, на подлёдный лов, бурили лунку, сидели там в этой штуке. Ну так, периодически мы похаживали туда. Но это даже не совсем для того, чтобы что-то поймать, а скорее для того, чтобы вот такое вот приключение. Ты идёшь по льду, на лыжах там на каких-нибудь... Ну, это прикольно на самом деле. Сейчас уже у нас тут так просто не походишь. Да и лёд сдвинулся, лёд тронулся, господа присяжные заседатели. С удовольствием пойду на рыбалку, позовите меня, сниму об этом блог. Но лучше, конечно, уже в тёплое время. Не на зимнюю, наверное, не пойду. Всё-таки там не так всё живописно, не так всё красиво. А вот какой-нибудь щука на жерлице, или там... Не знаю, короче. Зовите. Я ходил на рыбалке в детстве. Так что не подведу вас, братья. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова